Время обеда. Хозяйка накрывает стол. Встает рано утром, часов пять, и начинает хлопотать по хозяйству. Козы, куры, а потом бежит в мистерскую, помогать супругам. Подготовка сессии. На мне очень много. На мне печки надо выпить, и палинки выпить, и накормить наших шаповалов. А кормят ли я, Анатолий? Пальчики оближешь, готовят в печи. Кухня белорусская, сыпая, деревенская. Ароматы на кухне такие, что пыловая же кругом. В глазу у меня есть печень, когда поднимается до моего запускного радио, я говорю, разберите печень. Я уже извиняюсь, что перебиваю тебя. А кто же не купил? На газу все такое, что мы делаем. Рабущего человека. К Зюликовым привезли посла Швеции. Его покорили две вещи. О, непонятненько. Слезарезно. Сейчас видим поле 18 белорусские дранты. О, это за все, что перед кухней ходе прошло 11 великим, но не было не так, и когда пыли close поднимались к реакції, а сейчас еще. Швик. Это машина... Швик. Швик. Что не учил, то обсуждали. Швик. 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 Маленькая Соня обожает бабушки на вороте шутки и драмы, но есть то, что она любит еще больше. Смотрит, как бабы будут, валяют шапки и валенки. Соня пока не осознает, насколько это трудная работа, и еще не замечает назори на дедушке на руках. Ее маленькие пушки ничего не слышали о репрессиях, которые путешествовали лет шапокалом в конце 60-х. О них мы обязательно расскажем в следующей серии. Пройдет всего несколько часов. Сонечка по привычке наденет дедушкам валенки и прибежит в мастерскую, чтобы вписать свои первые сроки. Дневники профессии шума. Окошка, ка-кашка. Это из дерева людей и отец. Океанологи, улкологи, экологи, валятники, смотрители заповедника, проводники поездов дальнего следования. Как живут эти люди? Что им приходится делать каждый день? Удивительные приключения в мире людей, необычных профессий, скрытым от посторонних глаз. В проекте дневники профессии. Я вижу, почему это осталось. Невероятные съемки, личные истории, места, куда никто не добирался. Что значит шпор не сновать? Варенки заказывают, что даже полотна не хватает. И какое отношение к валянею имеет музыка? Как именно в Пакуте делают шапки и валенки по технологии, которая не менялась последние 200 лет? Где у валенка душа? И для чего она ему нужна? Отчего упал спрос на самую ходовую деревенскую обувь? Кто и зачем выгонял шаповалок с базаров и снимал с поездов прямо на ходу? Вот, что стали запрещать валенки, валенки. Почему варен, усвердил мастер, оказывался в кофте? И это я подумал, что кто будет есть, что знать, даже по предательству, что кинуть, что ты все это вот так вот. И на кого сегодня вся надежда белорусского ремесленника? Ну, я взяла. Мы тебя тут заждались уже. В Беларуси есть уникальное место, где до сих пор сохраняют секреты старинного ремесла кеппио и не теряют надежды вернуть его в белорусскую реальность. Давай эту осадку и дальше. Потом мы разобрались вернем. Не, мой язык, ты язык, а что? В первой серии мы рассказывали о шаповале в пятом поколении из белорусской деревни Пакуте. О-о-о, гости к нам пожаловали. Ну, что, вся худня? Валентин Зюликов делает валенки из овечьей шерсти. Валяет вручную по уникальной старинной технологии. Этому ремеслу он учился с детства. Диеты сильные. Жир, пот и вода хорячая. И все это взрыводействие, получается, как бы, клейкость такая вот. И добивается вольно. Поэтому никакой химии нет. И руки. Валентин Зюликов бережно хранит не только дело своих дедов и праведов, но еще и старинный язык шаповала, название которому это рушницкий лемезин. Бедра, по крошечке. А креса стройный. Когда-то Пакуте считалась столицей белорусского шаповальства. Но со временем деревня пустела, а уникальное ремесло стало умирать. Там Михалки Огонянского. Моего пачка тут была. Ремесленник сильный. Там он, значит, другой дом стоял буквально метров 15. Это моего прадеда. Чтобы вернуть Пакуте и всему Дривенскому району былую славу, Валентин с супругой отрыгнул деревню музей традиционных ремесел и мастерскую. Там потомственный шаповал не только сам делает валенки, но и обучает этому меслу туристов. Валентина Зюликов и его супруга Лидушка собираются на почту. Нужно отправить валенки к заказчику. Отделение почты в районном центре. Минут 10 на машине. Сельская дорога в отличном состоянии. Но Валентин помнит и другие времена. Минут 10 на машине. Местная примета. Если шаповал зачастили на почту, значит, зима не за горами. Чем ниже температура за окном, тем выше спрос на валенки. Ну, что тогда? Ну, что, поехали пока. Аня, звонила, когда будет? Минут через пять, когда мы как раз поедем, подъедем. Я на дорогу еду, только недалеко. Больше всего белорусский шаповал радуется, когда в доме собирается вся его большая семья. У Валентина трое детей, сын и две дочери. Все взрослые, у всех свои семьи. Живут и работают в Минске. Кучи денег не заработаешь, да и перспектив никаких. Вон они. А-а-а, да, проводился. Привет. Ну, привет. Это старшая внучка Даша. Младшенька и Софья ее имя еще не выговаривают. Называют двоюродную систему Дайдой. Даша. Что ты мне уже? Ты пара же испытает трамплин наш. Ты целый он, и пойдем на руках. И тебя заставь, твой быстрей. Ходи сюда. Пошла, 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 пошла. Три-четыре. Понесла. Но даже такое важное событие, как приезд в самый близкий к мире людей, и белорусского шиповала, не повод объявлять выходной. Домой поехали. Ура! Дело не в проворот. Вода в мастерской остыла, нужно подогреть. Затем подготовить шерсть и начинать процесс валяния. Здесь, помимо ювелирной точности, железной выдержки и настойчивости, должна быть еще сила, и не дюжина. Час, час, два, один только валю, буквально. Мне надо два, два с половиной часа, чтобы одну пару в воде свалить. Представляете? Только чтобы в воде свалить, набить войлок, это все делается в горячей воде и без перерыва. Вот без перерыва попробуй колостола, согнувший, в туче время с таким усилием, мне просто там все-все-все-все-все. А войлок надо набить, он садится, ты его растягиваешь, растягиваешь, не даешь ему жариться, чтобы тихо набить. Наверное, именно поэтому, что попалами в основном были мужчины. Насколько я помню, вот маленькой, утром встаешь, отец у стола работает, вечером спать ложишься, они еще работают. И так вот было все изо дня в день. Бывало и так, что женщинам самим приходилось валять, не разрешение ради, чтобы заработать. Ремесловца времена была прибыль, настолько, что его запретили, а на шаповальстве, по сути, поставили крест. От того, что люди могли прохудеть за родницы, а в советские времена, еще это было расценивано еще в спекулянстве. Колхозы тогда жестко контролировали своих работников. Прогул и тут же учетная карточка тунеется. Шаповалов объявили вне закона. Их снимали с поездов прямо на ходу, вырывали мешки с товара, валенки забирали и отдавали на продажи в магазины. Выполучили. Ну, почти. Не доехал. Не доехал. Да, да. Потом развал Союза. Начались проблемы с галошами, которые валенки наши обязательно должны с галошами носиться. То же самое. Такие вот периоды были. Может быть, я не знаю, но почему-то перестали валить в валенки. Перестали. Да и самих шаповалов с каждым годом становилось все меньше. Деревня вымирала, а молодежь устремилась в город. И получилось так, что эти пожилые шаповалы, которые работали, стали отмирать потихонечку. Опыт передавать некому. Но Зюликовы не сдались и сохранили верность примеслу. На свой страх риск. В 16.00 пора засучить рукава и к делу. Но для начала нужно пару хучей смолить. На секретном языке местных мастеров это означает шерсть чесать. Раздирай более-менее такую хупку лучше. На пузыржал еще он будет. Никаких хупок. Могутся маленькие, худеечки, но может быть мы... Но нам не так хватит. Не, не. Нам не так хватит. Из Зюликова даже вручную восстановили одну из немногих старинных машин для прочесывания шерсти от грязи. На пушек драй. Давай, Мажберик, работай, включай. Уже нету таких... Вот тут разрешите. Поехали. Машина превращается в тенантпух покрывало. Именно это полотно шпавалы и называют куделькой. Одна куделька у нас... Значит, весит примерно один килограмм, тогда с ней легче работать. К этой кудельке, если большую пару делаешь, добавляешь. А если чуть меньше, отбавляешь. На одну пару женских варенок у Валентина обычно уходит около 800 граммов шерсти. На мужскую пару больше. В среднем, кило-кило-двести. Настоящий мастер способен отрегулировать качество и цвет будущей обувки. Мы тогда бываем, что по два раза прочесываем, подбираем, допустим, черную шерсть и берем белую по процентности, чтобы подобрать на выходе, чтобы получилось такое серое. Значит, сумевшаем, что это дело, и прочесываем два раза. И получаем уже готовый ксен. Дребенская земля совсем не урожайная, и поэтому овец по куче массово никогда не разводили. Шерсть, как и их предки, Валентин с Лидией Анатольевной закупает. Колесить в поисках качественного сырья приходится во всей Беларуси. Пойдем, давай, хорош, так, ага. До появления машины шерсть из Ультого чесали по старинке, прочную. За сезон этот беспощадный шерценный проговорок поматывал Валентин так, что он не раздумал бросить все и уехать. Можно где-то в Чинских вязь, но правда с его продаж и работу найти, можно другую. Много раз было такое объяснение. Поглядишь, дай-ка ты, это же все наши предки шиповали. И я, то я подумал, что это будет нечто, даже по предательски, что Тим, если все это вот так вот. Ну, конечно же, так вот, чтобы мне сказали, что я буду работать это сейчас, а до уже сейчас. Это я думаю, наверное, никто вообще мечтал водителем быть. Кстати, мечта Валентина все же исполнилась. Сначала правда он служил в армии в Болгограде. Командир взвода сразу проветел покладист его исполнительного парня. Предлагал сверхсрочно, но Валентин предпочел тарьер или больше. Купил билет по самолету Ленинграда и улетел в поле в столице. Да, вот, как только начала привыкать к жизни в культуре столицы. Родители не хотели, чтобы дети жили их в жизни. Насколько я знаю, вот, оттёжка мне оказала, что, значит, датчике своей я бы не хотела, как моя дочка там жила, это я. Вот. Шесть детей, членей, куча, корова и хозяйство, поэтому родители быстренько своих детей, чьих куда-то учиться, чтобы только они в деревне. Ну и стали выезжать. Лидия Анатольевна до сих пор вспоминает тот самый визит Валентина. Её сердце и Юнград потомственно шиповал, покорял за свойственными ему чувством юмора. Например, частенько звали беседы на тайном шиповальском языке. Эти вводил в ступор окружающих. Понять удивительную заморскую речь никто не мог. Он приехал с другом, а мы ещё молодые, девчонки, они прикалывались. Прикалывались. Они прикалывались в обусе где-то ещё что-то переговорить. На них смотрели как на иностранцев. Им не понравилось. Вскоре Валентин и Ида поженились. Потомственный шиповальский успел поработать водителем в городе Неве и белорусском Новополоске. Была возможность остаться в Прибалтике, но родная земля звала назад. Ну, он вообще такой человек не городской. Надо же это делать, потому что у него как он специалист максимум все руки. А что было в городе то я просто не знаю. Поэтому я вытянула домой. Полиция решила твёрдо надо вернуть под кучу былую славу. Вместе с братом Лидой и дядей он организовал кооператив по валенам. На этой волне валенки снова стали делать сентябре. Правда недолго. вот если бы тогда не уехала молодёжь, осталось бы здесь жить, были бы условия для жизни, работа была естественная, самое главное, что надо работать, чтобы была жилья. Может быть и наша ренословница продолжала бы сейчас. А так уже и ехать передавать именно в наших деревнях, именно в наших деревнях уже передавать их. От переезда в город Валентина отговорила шведская художница Гумила Петалшобер. До того, как попасть на мастер-класс белорусскому шаповалу, она валяла только из чистой шерсти и была искренне поражена умением мастера валять из шерсти немедленно, да ещё и по старинным традициям. Сказала, что, знаешь, Валентин, я так говорю, уникальный ремесла у вас я видел по всему миру. Мы тут задались в цели. Больше, конечно, супруга на любви когда стояла, что, давай, открыли агроусадьбу. Вот когда мы купили этот старый дом, когда мы обустраивали здесь уже музей, вот тогда уже это действительно был огонь какой-то лучший. Главный аффракцион агроусадьбы, конечно, само ручное валяние. Процесс рождения валенок одинаково сильно завораживает и детей, и взрослых. Звезды действительно удивительное. Да и как иначе, ведь технологию в семье Зюльковых шлифовали не менее пяти поколений. Она просила не белая, значит, не вечерая. Разня белая, правильно? я, я, я. Хе-хе. Валентин работает над парус зятем. Именно ему он передает секреты семейного ремесла и потихонечку обучает тайному языку шиповала. Я его подучаю, что мне интереснее самому общаться с кем-то. Сам с собой же, они будут ломить. Ну, когда я что-то говорю, так он меня понимает, ага. Ну, как там с лису не притогонь, ну, брутков, степку затопишь, воды пронесите, дров пронесите, это, пен затопить, вот так. Ну, это тренировка языка. И мне на пользу, и ему на пользу. И он будет к этому делу приручаться. Это для того, чтобы не умер на все языки или на все. Максим живет и работает в белорусской столице. Его профессия с творчеством ничего общего не имеет. Просто как-то в один из зимних вечеров Валентин предложил парню освоить азы рукотворного валяния. Тот согласился. Так изготовление парен стало его хобби. Сначала посмотрел, потом чуть-чуть дали попробовать что-то сделать, потом как бы еще и так вот наверное второй год получается при помощи конечно я сделал свои первые валенки. Ему уже наверное 7 или 8 лет. Как оказалось у Максима талант. Шапки, которые он делает пешковские, идут на расклад. А его фантазии может позавидовать даже опытный дизайнер. Максим чаще валяет шапки совсем не потому, что делать их проще, чем валенки. Сердцу ближе, да и просторов для творчества много. Большинство моделей для любителей бани. Сама закатовка черной сердки и вот это вот это вот, что сейчас так вот стало сереньким, это была белая сердка. Получается, это вот черная сердка при валке, она как бы мигрировала и замазывает эту белую сердку. Также плюс здесь вот, ну как бы такие вот я сделал, это должны быть со стороны какая-то банная шапка, шапка, это будет боковая сторона, где уши. Процесс изготовления шапки приближается к финалу. Шерстяной колпак под воздействием кипятка и силы рук Максима постепенно уменьшается. Когда вот мы сейчас валяли, было видно, что вода текла как бы грязная, темная такая серая. Сейчас мы будем добавлять обычное хозяйственное мыло кипятком и опять проделать те же самые процессы до того момента, пока вода не будет светлой. У Валентина же процесс только начинается. Хор не сновать, переводи на русский валенки валять и гвоздь забить. Дело требует силы, внимания и времени мастера. Упа. Так, семьсот. Этот этап у Шиповалов называется сухим валянием. Слой за слоем в самых разных направлениях Валентин раскладывает воздушное полотно по всему столу. Этот слоеный шестернод пирог и есть основа для пляй-стрита. Самой первой заготовки в будущем обуви. Осталось всего только немножко стоптать, осадить немножко и все. И будет первый этап закончен. Вот так я его сразу и отложу в сторону. Именно изготовление пляй-стриков поручал детственную Валентину и его отец. Один из самых известных и опытных шиповалов по куче. А уже из-за этой заготовки делают валеночный полуфабрикат. Сейчас мы вот проливаем еще раз водой. Начинаем ее сжимать. Как вы уже можете заметить, что вода уже светлая, прозрачная, потихает. Но это говорит о том, что вся грязь, которая там была, она вымылась с нее, поэтому она здесь чистая. Осталось придать шапке форму. Для этого нужна колодка. Ее Валентин Зюликов лично мастерил. Вот она просто одевается, управляется. Получается, она будет такой цилиндрической формы длинной. Ну, как бы, я так и задумываю. Тут можно фантазировать, что-то. Можно чупальскую сделать, можно на бок чуп завернуть, ну, что можно. Вот. И получается, где-то вот она к завтрашнему дню она стесет, вытаснет, потом можно пройтись по этим местам и более выделить, придя, обычно выкинусь. Она станет более белая, более белая. В мастерской потихоньку начинает собираться вся большая семья Зюликовых. Сейчас пришли отец и второй зять Валентина. Да не с пустыми руками. Именно так с музыкой и песнями было принято валять раньше. Звуки гармонии и бубна по вечерам когда-то раздавались почти из каждого дома в подкутье. Так работать куда веселей, да и время пролетает незаметно. Давай, балька, на икон. Сухой бы корот ты не делал Работа кипит. Из пляйстрика Валентин формирует будущий Варенка. Он огромный словно делался для великана. В определенный момент мастер что-то укладывает в будущее глянище. Оказывается, это душа Варенка. Я так вот рассуждал на эту тему, что такое душа. что-то как раз может человеческой душой упадать. Варенка душа, она наверное тоже что-то знаток. Она не дает когда закрываем валенок, не дает свалиться полотно месте. Вот. Там остается. Ну и такое поверье есть, что я уже душу куповал и ложечу валенок. А как написать душой он делал меня. А дальше мастер должен вручную отрегулировать толщину валенка, в том числе и его подошву. Ведь валенки заказываются не только для прогулки. Кому с собаком прогуляться, а кому где-то на морозе на хорошем постоять, естественно, там надо больше шерсти уложить, толстей, и больше времени, и больше усилия приложить. чтобы осадить шерсть, валенки перенают и кутают бережно и аккуратно, как ребенка. Полотно, конечно, надо было тоже большое. Бывает такие и значит валенки заказывающие, полотна не хватает с частей склада и на стол не мешается. На и стол не мешается даже два валенки. Когда работаем в воде, так волну держа в валенках надо залазить рукой и поправлять его. Там проверить, чтобы складок не было растянуть, его надо и до самого мыса достать рукой и к полей уже. А шедево у шерсти это урод и везде. Что интересно, валенки белорусский шиповал делает сразу из нескольких видов шерсти. Ни красоты ради. Только так валенки дольше сохраняют тепло, приобретают мягкость и способность отталкивать воду. Что мы хотели, то у нас и получили вот примерно такие войлочки взбитые. Бо, ну, убравим сейчас тут. Пора приступать к следующему этапу. Влажному валенку. Валенки нужно хорошенечко искупать, набить войлоком, водогнать под нужный размер. А шерсть может себя повести по-разному. Можно так, значит, валить-валить, а это все равно до 40-го несет. Такое бывает. Поэтому не трудно водать. Один валенок нужно как минимум час унесить в горячей воде. На этом этапе очень важна сила рук мастера. Годы такой работы не проколит, дешевовало бессмертно. Часто и сильно ноет руки. Болит спина. Поэтому и у нас сейчас столы стараются выше, приподнять, но все равно вот так вот поддогосты большой. Бывает такое, что после вывалив, что пальцы эти вот такие ожарения и тем более горячая вода. Ясно, что и руки потрескают, и полопают. Бывает такое, ну смажешь с руками трепется, бывает такое, что кожа стирается и с мясом вытирается. Но когда играет гармонь, Валентин забывает о боли и на рабочем месте он никак устоять не может. Саша второй зятя Валентина по профессии бизнесмен по призванию музыкан. Игра по нотам как и импорализация дается им легко. А вот с валянием как тем не сложилось. Но к действию его ремеслу Саша относится с огромным уважением. Именно валенки стали первым подарком Валентина будущему зятю. Валентина все же обыли валенки. И Таня и Катя и Лосева вот мы уже сашки сделать валенки пусть не хочешь пойдем я себе покажу пусть все это делается. Вот мы в бане делали эти валенки. Первый раз делал валенки. Ну конечно да. Что долго это считай день целый нужно было валить эти валенки. Ну мне очень нравилось интересно. То есть процесс все шерсть это размаживается. Вот так вот первая встреча была. Отец Валентина Владимир Моисеевич с интересом наблюдает за съемками и с не меньшим удовольствием принимает участие в разговоре. Он помнит еще те времена когда ремесло было отхожим. Валент стоило убрать весь хлеб с полей и шиповало отправлялись по городам из Суги за сотни километров на Зарварке. Деревня Закучан я помню 300 до миллионов решаем это даревня 300 до миллионов если хорошие валенки блин все подберезены следующий год приходит нас не выпустят нас не выпустят долгое время работаем шерстяные шерстяные сапоги обретают форму на одну пару калентин измельк вылетают до несколько супер работы валентин одевает деревянные колодки насаживают и высушивают печень и получается вот такие вот одевай и продев вот она лошадь не шутит ого шуток но они были сухие обычно валентин заканчивает валет только за ночью но сегодня и другой случай мастера ждет его седе 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 дурак и в в в в в в в в И именно в такие минуты Булетин понимает, что все было не зря, и его решение отказаться от карьеры для служащего, и возвращение корма от кузов, экритиси активистов, например, открытие одной усадьбы на последние сбережения. Мы ночь тут готовились, но еще столько не доделан, главное, у нас надо должна была быть экспрессия. И поэтому не было такого, чтобы у нас все сделано с конца, и уже все, еще потом и доделываем, и доделываем, и еще все. Все в процессе, здесь очень много, что мы доделываем. Ему не нужна громкость слава, и он совсем не поменял, и вообще не доделываем. И на русском шабабаду случится лишь одного, чтобы дед и он решил жить, и он не рад, что дневники его профессии уже есть, а мы писать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok